Продолжение следует... 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 потому что, ну как иначе мы скажем, о чем идет речь и к чему это посвящено. Поэтому я не знаю, возможно ли в названии группы не использовать слово «трезвость». Я бы ответила так, возможно, но ради чего и стоит ли это делать, нужно ли это. Вот вариант «прибавляют резвление, ума вблизи сердца». Ну это, конечно, хорошо, но это несколько другое. И мы уже, по-моему, на прошлом занятии говорили, что часто заменяет людям в православных обществах трезвости, такое есть, тенденция даже такая, когда не получается именно группу трезвости создать, чтобы люди в ней бросали пить, чтобы туда ходили зависимые и с ними работать, их лечить, скажем так, именно от болезни и страсти. Называют группой трезвения. Вроде мы здесь занимаемся более широким группам вопросов, вроде бы действительно более сложное берут на себя, но на самом деле отказываются при этом от простого, ради чего и была создана группа. И сосредотачиваются, в общем, это группы часто превращаются в какую-то такую подобную воскресную школу для взрослых. Бывают такие. Да, я просто не хотела долго на этом вопросе не добавить. Ну нет, вот это слово «семейный» можно избежать. Об этом, кстати, мы сейчас и будем говорить. Да, об этом и сейчас будем говорить. Потом среди наших дистанционных участников развязалась дискуссия, вот что значит, тоже диалог не совсем состоялся. Я сказала о том, что, говорила как раз о принципах диалога, и сказала о том, что человек, когда он еще пьющий, он выглядит не больно хорошо. И, как правило, на группы трезвости приходят люди на ранних сроках трезвости. Они либо вчера пили, либо неделю назад. Ну, в общем, еще такие. Еще там выходящиеся, да. И я не имела в виду, что пришел пьяный человек. И там в виртуальных наших вот этих кругах разгорелась такая дискуссия по поводу присутствия пьяного на группе. Мы обязательно это все используем. Это, на самом деле, интересная очень дискуссия. Много было сказано важного. Уже много было сказано важного и интересного. Но у нас будет отдельная часть на следующем занятии. Надеюсь, это будет называться часть трудной участники группы. Там будут всевозможные персонажи. И в том числе, в связи с нашей спецификой, там будет вот именно пьяный на группе. Человек нетрезвый. Вот. Я рассказала, чем занимались мы. Вам рассказала, что было в дистанционном поле нашего семинара. А, значит, надо сказать и наоборот, чем занимались мы здесь. Мы занимались тем, что мы знакомились. Ну, мы знакомились, у нас была такая небольшая игра. То есть, уже мы отрабатывали ситуацию, как человек приходит на общину, на группу трезвости и предварительно беседует с ведущим. Какие-то вопросы задает человек зависимый, который пришел на общину. Какие-то вопросы задает ведущий. Мы как раз в прошлый раз же об этом говорили, как надо знакомиться и что обычно бывает во время этой первой беседы. Ну, вот мы отрабатывали эти вещи на практике, но стараясь сделать их максимально приближенными к реальности, чтобы люди действительно говорили о своем клубе, в котором они работают, и о своих проблемах, которые у них когда-то были. Вот. Такая была практическая часть. Как вы понимаете, здесь невозможно было никак общего включения сделать, потому что мы работали все одновременно. Было интересно. Удалось выявить такие некоторые... Ну, может быть, не очень правильные тенденции в знакомстве. Вот я считаю, что не будет грехом так назвать, что было. Ну, в частности, скажем, ведущие группы иногда слишком сосредотачивались на том, что рассказывали о клубе и не интересовались человеком, который пришел к ним. Потом ошибка... Ну, это даже не ошибка, это, в принципе, всегда бывает, что человек слишком углубляется в причины своего недуга. Конечно, на первой встрече это неизбежно, но, тем не менее, только на них сосредотачиваться нельзя. Ну, в общем, в целом так все прошло очень интересно, и каких-то таких эксцессов, по-моему, у нас не было. Ну, а сейчас хотелось бы, кстати, да, в дистанционном еще нашем поле была еще такая тоже довольно бурная дискуссия, касающаяся присутствия на группе зависимых и созависимых. И как раз это у нас является следующим, по плану, следующей темой нашего семинара. Потому что вот как создавать группу, мы в прошлый раз обсудили, мы все-таки обсуждали в основном, вот как приходят люди зависимые, а тем не менее, реальность показывает, что, к сожалению, чаще всего зависимые это не очень стремятся на группы, а стремятся на группы созависимые. Ну, и вот первый вопрос, который возникает всегда, и очень часто люди идут по пути этого наименьшего сопротивления и создают только для созависимых, и занимаются только созависимыми. Часто создают, разделяют группы по всему разных причин на группы зависимых и созависимых. Ну, известно, что такая практика у анонимных алкоголиков, движения анонимных алкоголиков, есть специальные группы, а ла-а-но для родственников зависимых. Вот имеет ли это все смысл? Нужно ли это делать? Вот я хочу рассказать, что уже прозвучало, и мы потом сейчас начнем дискуссию. Ну, есть плюсы и минусы. Ну, вот я сразу скажу, мою личную точку зрения, что минусов здесь значительно больше, чем плюсов, а плюсов буквально, не знаю, даже один, может быть, и тот маленький. Вот человек спрашивает, в чем проблема, когда только созависимая? Девушка говорит, что в совместной группе она чувствует себя скованно. Ну, вот, другая женщина считает, что должны быть отдельные занятия. Опытом делится женщина из Владимира. У нас на группе перед общей группой проводятся отдельные занятия для созависимых перед общей группой. Вначале, когда люди только приходят на группу, зависимые и созависимые не посещают группы совместно, далее исходя из состояния людей. Но это какой-то очень хитрый вариант. Я с таким сталкиваюсь впервые. Я вел группы, рассказывает человек, зависимых и созависимых отдельно. Но на группу зависимых приглашал родственников, чтобы и они могли понять суть проблемы. Но слово им не давалось. Когда ведешь совместную группу, то нужен очень сильный контроль созависимых, иначе будет обсуждаться только одна проблема. Как его заставить бросить пить? Из Подольска. У нас в группе принимают участие и зависимые, и созависимые. Причем приходят и семьями. Мне кажется, что люди в этом случае приобретают опыт общения между зависимыми и созависимыми. Все время слова эти повторяю. Узнают новое поведение обоих видов. Такого в семье может и не быть. Главное, чтобы не возникало противостояния, добиваться взаимопонимания. Вот мне очень близок вот этот абзац, потому что действительно, когда люди ходят вместе, когда ходят и зависимые, и созависимые на группу, возникает возможность взглянуть на проблему с другой стороны. Как они часто говорят, мы по разные стороны баррикад, когда в стычке, сейчас мы попозже еще остановимся на этих стычках, потому что мы по разные стороны баррикад, но возникает возможность взглянуть на свою проблему глазами вот этого своего же созависимого, своей жены, своей матери. Не секрет, что жена будет говорить самые прекрасные слова, и сколько угодно муж ее просто не слышит. Он, ну как бы признавался один наш общник, мне говорят, ну звук самого голоса в телефонной трубке, мне было настолько вот эти вибрации прямо доводили, что я уже просто взял зверей. Даже если он выпил чуть-чуть, вот там, когда придешь домой, все уже, человек приходил в состоянии бешенства, хотя она ничего не говорила, потому что он чувствовал ее тревогу на том конце трубки, это замкнутый круг, чтобы она не зря тревожилась, он напивался и так далее. В общем, это все. А здесь сидят люди, которые вас не раздражают, они для вас чужие люди. Точно так же пьющие люди тоже чужие. Как жены часто говорят, ну чего ты на своего ругаешься, он же у тебя такой хороший, когда выпьет. Вот мой-то он ужасный. Твой анекдот рассказывает веселый, а мой спит. А другая думает наоборот, вот бы мой бы спал, как хорошо, тихо, спокойно. А мой только позорится, эти анекдоты рассказывает. То есть здесь на самом деле возможность посмотреть, действительно услышать эту чужую точку зрения, увидеть мир, вообще мир, проблему глазами пьющего или наоборот глазами человека страдающего от жизни с пьющим, она бесценна. И речь даже вот не о том, что, вот сказал Владимир про семью, речь не о том, что обязательно надо ходить с семьями, хотя это тоже, конечно, это другая сторона вопроса. Речь о том, чтобы группа была смешанная. Что касается семьи, да, я сказала, что у нас будет дискуссия, начала полосать. Давайте я вас послушаю. Никто пока не хочет? А вот пока еще не говорил. Имен не знаю, вот, к сожалению, Есть же в этих анонимных группах именно такая система, когда к зависимым в расписании у них стоит, ну, например, 4 пятницы их группа, а вот, как я, пятница месяца там, или что-то такое, открытая группа, когда могут приходиться зависимые, услышать, да, действительно, но, в общем, не да, ваше мнение, ваше мнение. Опыт, мы знаем, опыт. Ну, как правило, я думаю, что если будут вот приходить к зависимым созависимые, начнется вот такого рода бардак, потому что созависимые мы вот, как я тут, да, в случае, мы более такие набористые, и нам надо вот узнать много и выплеснуть свое. А вот именно человек зависимый в этот момент потеряет время и вот не выставит. Нет, а дома-то вы что делаете? со своими зависимыми? Тоже такие же набористые, тоже хочется высказать свое? Хочется, но теперь уже сдержанно наступает набор. Ну, может быть, легче учиться этому, когда рядом есть зависимые, когда вы с ними говорите? На чужом примере, вот когда именно приходишь на группу... А что ж вы вот зависимых-то так боитесь? Вот я не могу понять, почему у вас вот эти стычки начинаются? Что здесь такого страшного? Слышно то, что... Ой, не слышно. Просьба к возможности дублировать. Сейчас рассказывают об опыте анонимных алкоголиков, где люди собираются отдельно соцзависимые и иногда проходят занятия, на которых допускаются зависимые, но им право голоса не дается, потому что мне не такое точка зрения такая, концепция такая, что если зависимые будут говорить, то начнется начнется в общем бесплодные какие-то там скандалы, ну слово было употреблено такое, ну в общем шум, гам начнется, и это все будет не очень понятно. А я вот спрашиваю, что вы так боитесь, я вижу руки, что вы так боитесь зависимых, ведь у вас же дома тоже зависимые, и с ними надо учиться общаться, если вы здесь, с ними на группе, группа для того и создана, чтобы учиться общаться. Получение информации это одно лишь из того, чем мы занимаемся на группе, для этого есть книги, лекции и так далее, фильм хороший. А вот учиться нет, Владимир, там были еще руки, кто еще не говорил, кто-то, вы по-моему, хотели. Да, да. Я считаю, что по поводу бардака, во время занятия, это неправильно, потому что у нас же есть уже какие-то правила, вы нам рассказали, я хотела бы на группах. Да, то есть можно избежать, я просто буду ступлировать, можно избежать шума благодаря правилам. Что возникло, и у нас очень четко это ведется, и каждому дает слово, выслушивается. То есть правила соблюдается, и каждому. И мне кажется, что вот сейчас планируем въехать, в следующем году начинать открывать группу. И если выбирать отдельно, то ничего не получится, потому что сначала идут все зависимые в основном. Из группы вот 20 человек в зависимых там придется и 20 человек это остальное. И потом я сама как-то зависимая. Потому что очень интересно, когда смотришь со стороны и думаешь, что это уже проблем. Я, допустим, представляла, когда-то с вами. Вот и другие тоже столкнутся с этим и посмотрят и как-то оценить ситуацию, посмотрят, как-то можно... Я считаю, что совместительные довольно-таки это хорошо. Моя точка зрения. Да. Да, пожалуйста. Елена. Мы пришли в группу и керем и маму пришли в группу были и зависимые с... Елена рассказывает об этой группе, где были и зависимые и зависимые. Да, у нас была и она есть эта группа в том, что в этой группе люди понимают и зависимые и также зависимые и понимают со-зависимые. Есть возможность понять друг друга у разных сторон. То есть мы друг друга понимаем, что нужно друг другу, где можно и нам применить это знание своим близким. То есть поэтому группа должна быть и зависимых со-зависимых, никакого продакания не есть. Группа должна всегда объединять зависимых и созависимых. Я думаю, что из Подольска вот человек писал, видимо, это руководитель вашей группы. Вот тоже пишет женщина из Солигалич, где-то далеко. У нас присутствует зависимые и созависимые, ладят и даже поддерживают друг друга. Иванов, Юрий делятся как раз опытом, которым вы поделились по поводу анонимных алкоголиков. Сейчас я вижу вашу руку, сейчас вот интересная очень точка зрения. У зависимых и созависимых разные проблемы. Семья алкоголика не понимает его, а он не понимает семью. Наиболее эффективна группа по интересам. Алкоголик быстрее поймет алкоголика, а не созависимый. То есть честно говоря, вот это меня немножко удивляет. То есть как же у зависимых и созависимых разные проблемы, если они живут в одном доме, зависимый пьет, созависимый страдает, страдают оба, скандалят оба, а проблемы у них оказываются разные. Семья не понимает, он не понимает семью, безусловно, в этом и есть проблема, это и причина проблемы, и сама проблема, и так далее. Значит надо, ну как в любой собственно говоря, психотерапии, психологической помощи, надо решить проблему непонимания. Человек себя не понимает, не понимает близких, не понимает окружающего мира, а мир не понимает его. Это совершенно не значит, что человека надо запереть в камеру одиночку, и разбираться со своими проблемами. Предположим, человек приходит на группу, потому что у него проблема, он очень конфликтный, он с окружающими не может наладить отношения, постоянно ругаться, а мы ему скажем, что-то конфликтное, вот сиди один, никаких конфликтов действительно не будет. Да, пожалуйста, нет, сейчас, Владимир, все-таки, девушка скажет. У нас молодая группа, и я хотела сказать о том, что группа совместная, зависимая, независимая, но зависимая, действительно, тяжело зависимая, я сама как зависимый человек, я себя чувствую там, ну, комфортно. Я, как бы... А у вас много там зависимых групп? У нас было до 30 человек собиралось работать, то есть все, но, я хочу сказать, это вот зависимые школы пола, то есть действительно тяжело как бы раненые, там, после, особенно там, есть ребята, которые сидели, они там причем не задерживаются, они не могут туда ходить, вот именно из-за того, что там все зависимы. Я, ну, я там правильно служил еще, где мы проводим эту группу, я с ними потом вижусь, ну, в другой, в другой ситуации, и вот, ну, я никак не могу убедить ходить, я очень прошу участников дистанционного семинара обсуждать все-таки тему, которую мы сейчас обсуждаем, потому что я читаю ваши ответы в чате, и у меня немножко слишком много информации, которые о природе зависимости, вот, пошла дискуссия, по-моему, она не имеет отношения к теме занятий, да, простите, Юля. рассказала, в общем, ну, разных сторонах, да, вот это правда, потому что маму-то уютно, маму-то не уютно, с всеми последствиями вытекающими, как говорится, которые еще как пограничатся, мы можем там, это же, ну, сколько смирения нужно, чтобы вот сидеть и всех заслуживать, терпение нужно. глухосмирение поучиться на группе, тоже не поучить. чтобы туда ходить, понимаете, а вот это, ну, вот как это, я не знаю, привлечь туда, чтобы они ходили, ну, пару раз вот пришел, там один, а, то есть проблема, что зависимые не ходят на группу, это отличная проблема, да, но здесь, конечно, надо какой-то баланс соблюдать, ну, вот я скажу, сейчас группу, которую я веду, у меня вот, вот та же самая проблема, я с ней раньше не сталкивалась, вот, когда вела группу Ромашкова у нас этого не было, там были, ну, временами бывало, так, народ-то меняется, сейчас у меня эта проблема очень остро стоит, нехватки зависимых, это, конечно, трудно, и вот, что я вот для себя, так вот могу сказать, о своих чувствах, что когда ведешь группу для созависимых, немножко не понимаешь, собственно говоря, в чем твоя цель, именно для созависимых, но там группа не декларирована, как группа для созависимых, просто так, по факту, она практически, цель, понятно, группа для зависимых, избавиться, чтобы люди перестали пить, чтобы начали жить трезво, и научились жить трезво, чтобы их жизнь была полноценной, радостной, насыщенной, без алкоголя, смешанная группа, понятно, гармонизация отношений в семье, помимо вот этой первой цели, еще, а вот группа только для созависимых, я не очень понимаю, как может, ни в коем мере не умоляя, не критикую какие-то методики и группы, я просто для себя не понимаю, как можно говорить о гармонизации отношений в семье, когда тут даже не то, что семьи нет, ну, в смысле, не муж и жена ходят вместе на занятия, а здесь даже просто вот этих двух точек соприкосновения, вот этого плюсу и минусу нет, какое там электричество возникнет, и какая там работа пойдет, то есть созависимый человек получает информацию, в основном на таких группах, учится, например, в других, безусловно, это есть, учится, но, ну, как в школе там, или, что техническое образование получал, но все-таки это теория, а практике-то он не учится, потому что группа, групповая терапия, я все-таки так это буду называть, потому что это все равно групповая терапия, группа взаимопомощи, пусть это малая терапия, пусть это такая любительская, но это терапия, мы лечимся здесь, она всегда является моделью того, что происходит за пределами группы, и вот группа диалога, тем более мы учимся общаться, ну, в любой группе, вот для нас, вот мы говорили, как важно для алкоголика изменить свое общение, а как важно в семье-то изменить общение, и если мы не сможем научиться общаться на группе, не сможем научиться говорить о своих чувствах, прежде всего, не сможем не ругаться с этими зависимыми, а зависимые не смогут терпеть со-зависимых, которые плачут, там, жалуются на своего мужа, какой он вообще нехороший, там, чего он учудил, то есть здесь взаимопонимание надо вот этому, это такая прекрасная тренировка даже, это не учеба, это не теория, это чистая практика идет здесь, именно притирка людей, как сказано, вот здесь с разными проблемами, притирка людей друг к другу. Вот, пишут, что цель группы созависимых, это перестать давить на зависимого. Ну вот, не знаю, честно говоря, тут много проблем у созависимости, в основном цель, по-моему, группы созависимых избавиться от созависимых, созависимых от созависимости, и считать созависимость тоже болезнью, которая действительно очень сильно человеку жизнь усложняет, ухудшает. Конечно, есть какие-то вещи, которые надо знать и которым надо учиться на этой группе, но тем не менее, вот что дальше, я могу рассказать такой пример, как женщина, прошедшая группу созависимых, хорошая группа для созависимых, пришла вот на наше занятие, сказала, все, мне уже больше ничего не нужно, я полностью избавилась от созависимости, я теперь счастливый человек, вы вот здесь вот занимаетесь, вот как говорили, я избавилась от созависимости, и она действительно такая была воодушевленная, радостная, ну а мы все какие-то свои проблемы решаем, как всегда. И потом она посидела, посидела, потом она достала блокнотик и говорит, все у меня хорошо, все прекрасно, я избавилась от всего, ничего, только вот вы мне скажите, ну я сейчас скажу условно, и утрирую, чтобы не нарушить ее тайну, вот вы мне скажите, могу ли я своему сыну варить куриный супчик в пост, потому что он очень просит этого, могу ли я покупать ему сигареты, и можно ли там, поставить его домой с девушкой, то есть она пришла вот с этими конкретными вопросами, которые она задавала группе и ведущему, потому что, несмотря на то, что она избавилась, как она сказала, от своей созависимости, она была совершенно беспомощна, абсолютно беспомощна, и с каждым конкретным вопросом, к сожалению, ей нужно было обращаться за помощью к авторитетам, когда идет постоянная тренировка, постоянная вот эта вот работа вместе, тут эти вопросы, они не будут возникать. Вот здесь есть разговор, как раз про семейную группу, вот про это, Владимир, я вам так слова и не дала? Я прикидывал, что чего-то, смотри, я прикидывал, я ни слова не даю, а? А мы помолчать, хорошо? Простите, пожалуйста. Я ничего хочу сказать, понимаете, что дело? Семья, обычная семья, там не бывает, что все зависимые, все несовершенненные. Мы все за зависимые, это да. Ну, как-то не бывает, что все зависимые, но они не приходят, которые все зависимые. Дело в том, что мы научаемся, научаемся жить, и мы учаемся понимать, вот, знаете, что зависимые. Вот смотри, ты приходишь, человек выздоравливает. Хорошо, выздоравливает нам все зависимые, что зависимое выздоровлет, они выздоровют не одинаково. Даже если они выздоровевают, они выздоровляют не одинаково. И вот, особенно, знаете, когда зависимые, он все это видит, Дай все это ему вот так вот и не по себе, и говорит, да ну что он пил, а он говорит, слушай, ты выздоравливаешь, а ведь твоя жена больна, она больна, понимаешь, в чем дело? И кто говорит ему? Вот я говорю зависимым, он выздоравливает, и его не понимают, не понимают потому что она больна, отнесись к ней как больной, и это вот его научает смирять, и жену там другого человека начинает его как понимать, понимать вот эти склажи. Когда, а как этому научить? Посмотри, видишь, вот все зависимое, и твоя мать такая, и жена та же, понимаешь, что делать? Вот что, помоги ей, понимаешь, что делать? Помоги ей, он, он сам, на дне, одна поднимает, помоги ей, понимаешь, что делать? Вот оно что. Да, интересный ракурс. Вот Владимир сказал, если он так громко достаточно говорил, я надеюсь, что все слышали, что зависимому надо понять, что он, если он уже встал на путь трезвости, что его жене сейчас очень тяжело. Ну, муж, жена, будем говорить условно, чтобы постоянно не повторять эти вот зависимые и созависимые, все-таки самая частая ситуация, что жене надо помочь, потому что она больна, у нее еще от созависимости-то избавляться, может быть, дольше придется, чем от зависимости, потому что она живет в тревоге, в напряжении, в ожидании пьянок и так далее. Человек пишет, что вопрос о супчике более в компетенции батюшке. Да, но вообще тогда группу у нас батюшку вел, так что все было нормально. Если группа семейная, в семье могут быть перемены, если состав группы разнородный, то каких-то семей это может не коснуться. Вот как раз тут я хочу перейти к вопросу о семейном компоненте в группах, потому что кто-то, видимо, проходил курсы семейных клубов трезвости, кто-то к ним какое-то отношение имеет, но я думаю, что многие о них знают о существовании такой методики, очень хорошей методики, которую изначально придумал профессор Владимир Удалин в тогдашней Югославии. В 1964 году он открыл первый клуб трезвости, а у нас отец Алексей Бабурин в храме в Ромашково открыл первый клуб трезвости в 1992 году. И вот с тех пор она у нас, в принципе, развивается. Сейчас, вот при многих московских храмах, в частности, вот здесь сейчас закончилось в 5 часов вечера заседание семейного клуба трезвости. Ну, о самой методике много говорить не буду, но она хорошая, она такая в применении, в общем-то, легкая, из таких состоит, в общем, ну, таких понятных очень вещей, постулатов, она хорошая, но здесь, конечно, нужно обучение именно ведущих вот в рамках этой методики. Ну, смысл в чем был? Смысл вообще 60-е годы – это революция в психиатрии, это когда вообще групповой бум, время группового бума, когда создавались психотерапевтические группы и решали все вопросы с помощью групп. То есть модно это было очень тогда, и сейчас групп много, но тогда действительно был взрыв такой. И вот профессор Удалин, он придумал, он работал в больнице наркологической в Загребе, в психиатрической, каким-то, я не помню, заведующий отделением или директором, ну, в общем-то, какое-то должностное лицо он был. Должностным лицом он был, и отвлекает все-таки дискуссия там и там. Я очень прошу, пожалуйста, в чате пишите по теме выступления, потому что мы все друг друга тогда будем обкрадывать. Я сейчас тему группы анализа не намерена обсуждать, а психодинамика – это, в общем-то, нормально для любого группы людей. И Владимир Удалин придумал такую штуку, что он ее придумал не просто так, я пока чат закрываю, извините. Он придумал ее не просто так, а потому что заметил просто по историям болезни, что алкоголики, которые лечились у него в клинике, выписывались, диагнозом с выписки были отмечены улучшения в состоянии, все прекрасно, человек вроде как вылечился там прекрасно, и через некоторое время они все равно возвращаются. То есть все время одни и те же люди лечатся. И он понял, что медицина бессильна, что, наверное, это не болезнь. И вот главная основа его концепции, основа концепции семейных клубов трезвости, то, что это образ жизни. Проблема комплексная. И прежде всего она семейная проблема. И Владимир Рудолин придумал вывести наркологических больниц за пределы психиатрических больниц, где, собственно говоря, их лечили, и заниматься с ними в группах, но заниматься семьями, именно чтобы приходила вся семья. Причем даже включая детей, там баба живет, что-то. Семья и в присутствии врача. Сначала врача, ну а потом этих клубов становилось все больше и больше, и стали уже вести, готовить ведущих клубов трезвости, так называющих, фасилитаторов. То есть то самое, чего мы сейчас учимся. Людей, которые облегчают вот это вот общение. Люди собираются, семья, семьи собираются, обсуждают насущные свои проблемы. Ну вот, что за неделю произошло. Ну и, естественно, связанное с употреблением алкоголя. И вот таким образом потихонечку-потихонечку они приходят к выздоровлению, к исцелению. Сейчас боюсь соврать, сказать, какой процент был удален, и какой процент в итальянских клубах сейчас. Но, в общем, достаточно высокий у них процент исцеления, у них хорошо ведет статистика. Ну, удалена клеймили за то, что он вот именно одним из первых, а может быть и первым, перестал называть алкоголизм болезнью. Потому что это была болезнь, ее надо было лечить, и алкоголики чувствовали себя, в общем-то, хорошо. Я больной, лечите меня, давайте мне таблетки, жалейте меня. Я больной, заболел. Вот. А здесь оказывается, что это образ жизни неправильный, который надо менять. Вот что касается семьи. Безусловно, хорошо, когда на группу приходит семья. Точнее, это может быть хорошо. Но это решает все-таки семья. Это решает и семья, и ведущий, и опыт сам показывает. Хорошо ли этой семье действительно присутствовать на занятиях вместе. Иногда, ну, потом есть же такой еще вид терапии, есть индивидуальная психотерапия, есть групповая психотерапия, есть семейная психотерапия. Здесь получается все-таки немножко объединение двух видов, групповой и семейной. Немножко такое что-то странное, потому что вроде бы решаются вопросы семьи, а семья – это крайне сложный организм. И такая вещь в себе, чтобы разобраться в семейных проблемах, надо очень-очень много факторов учитывать. Есть такая особая отрасль психотерапии, как системная семейная терапия. Она очень особая, очень специальная, на группе ее применять как-то достаточно затруднительно. А здесь все-таки получается, что решается семейная проблема. Но, тем не менее, очень часто, в большинстве, пожалуй, случаев, хорошо, когда приходит муж и жена. Это очень хорошо. И даже, как мне удивительно, дети. У нас в Ромашково приходили просто и с маленькими детьми, так они там рисовали помещение, так раза два, три поменьше, наверное. Мы выделяли детский столик, они так достаточно шумели. И, знаете, это тоже какой-то создавал свой психотерапевтический эффект, что группа как семья, она вся. Все как-то так разговаривают, и тут вот эти дети. И иногда дети такое откалывали, что взрослых вообще мурашки по коже бегали. Вот Владимир говорил, что вот как, ты увидишь, как жене больно другое, а тут вдруг ребенок скажет что-то такое, что там взрослые дети слезы утирали, там совершенно непреднамеренно. Ну, он живет в этом кошмаре, этот ребенок. И там где-то ходит, у нас на глазах растет. Вот, и, в общем, не знаю, мне кажется, вот вреда для этих детей особо, ну, конечно, мы при них так как-то старались что-то такое сглаживать, когда вдруг какой-то разговор, скажем, папа сейчас будет рассказывать, то кто-то его отводил там, либо цветочки там разглядывать вокруг храма, либо рисовать на первом этаже, ну, в общем, как-то в какие-то острые моменты. Но, в принципе, присутствие детей нормально. Была семья, они ходили вот сейчас, по-моему, даже чуть ли не мама с сыном, они вместе, я думаю, мы уже сейчас совсем взрослый, они ходили прям вот просто там мама, папа, свекры какие-то, родственники приехавшие там. То есть вот так вот стол, вот с одной стороны занимала вот эта вот семья. И это было здорово. Это было действительно, это было классно так. Ну, вот им было хорошо вместе. Ну, еще семья такая вот была, вот муж и жена, они вот дышали одним духом. Несмотря на то, что пришлось пройти через очень большие испытания, связанные вот с этой вот страстью главы семьи, они вместе дали обет трезвости, хотя она человек непьющий была совершенно. Ну, вот это случай, когда вот это плюс. И для других людей, которые видели эту семью, они тоже вот, это был такой пример, когда на их глазах вот семья, вот она оздоровилась, когда вот все вот в эту семью пришел там, ну, все хорошие вещи, которые мы хотим там и на бытовом уровне, и, ну, в общем, замечательно просто там, вплоть до получения квартиры по очереди, в которой они, вроде, никому не дают. А вот там, да, такие чудеса прям какие-то вот сыпались. Ну, просто приятно смотреть. Но бывают, к сожалению, совершенно другие случаи. Бывает, что муж и жена, и это совершенно нормально для вот семейной терапии, и когда вот надо вскрыть вот эти нарывы, которые там в семье в проблемах находятся, муж и жена там будут просто ругаться на этой встрече. И здесь, разумеется, одного ответа быть не может. Ведущий должен проявить очень много и чуткости, и внимания, и потратить сил. Конечно, надо с ними поговорить. Если это дело продолжается, ну, или люди сами признаются, вроде так они сидят ничего, обычно муж молчит, жена говорит, потом муж ей там на обратном пути, что же ты про меня такие вещи рассказываешь. Вообще, при людях, ну, и так далее. Ну, признаются, мы каждый раз как ходим на общину, потом мы ругаемся. Ну, можно предложить, например, вот ходить через раз. Почему нет? Одно занятие ходит муж, другое занятие ходит жена. Ну, такой вариант не очень хороший. Потом они, может быть, вместе придут. В общем, нормальный вариант. Бывает, какой-то момент, что муж просто переставит ходить, потому что, ну, не может он просто ходить. Потому что он продолжает пить. Но он у нас незримо присутствует. Мы уже этого мужа знаем. И ходит жена, мы этого человека знаем, мы за него молимся. И он все-таки все равно член группы уже. Сейчас, Владимир, я хочу, такой довольно трудный момент, вот этот семейный. Может быть, и ситуация, когда все-таки, ну, поскольку мы не профессиональные психотерапевты, можем наломать дров. Если заставлять людей ходить, вот мы хотим, чтобы вы ходили с семьей, и все. Потому что это здорово. Это действительно здорово, повторю, это очень здорово. Но можно сделать, можно довести людей, скажем, до развода. Не умело. Здесь, потому что здесь действительно, вот я зачитывала, кто-то из дистанционного сказал, но он говорил не про семью, а про то, что когда зависимые и созависимые, что нужен сильный контроль со стороны ведущего. Безусловно, нужен сильный контроль, чтобы вот этих вот бардака, как было сказано, чтобы не допустить, чтобы не было этих скандалов. Тут нужно, конечно, этим всем очень умело управлять. И жесткость проявлять иногда. Но все-таки одно дело, когда чужие люди поругаются на группе, это может быть даже и полезно. Это очень много чего покажет. А когда поругаются на группе муж и жена, это может привести, мы уже вторгаемся в области их личной жизни, в области дома. Мы можем сделать, совершить что-то непоправимое. Пускай не так часто такие случаи бывают. Все-таки мы не всемогущие и не такую же огромную роль, скажем, там играет группа в жизни. Но, тем не менее, даже если одна семья там по нашей вине окажется на грани развода, это уже достаточно нехорошо. Владимир. Вот по этому поводу, действительно, здесь полка до конца, люди говорили о таком, но у всех, когда я там вот иду в эту группу, вот, в этот раз сняла. Предыдущий у нас случай произошел какой? Пришла мама, приходила, у нее сын, сын зависим. Вот она привела, да, так хорошо, она пришла вместе с сыном. Вы знаете, тут мы, наше упущение мы сразу не распознали. Мы сразу не распознали. Вообще-то это вот на кровос, видно было. Понимаете, что мать привела сына, в конце концов, так вот, для того, чтобы... Владимир, вот чуть-чуть более сжатым, можно вас попросить? Да, для того, чтобы показать то, что получается, что вы у нас... То есть, чтобы его на хруте поругали. Вот для этой цели она его привела. Понимаете, что вот, мол, не я одна так вот ешь, а остальные. И вообще-то у нас даже на группе пруд через такой развод, я говорю, серьезно. Мы потом даже, что произошло-то, мы ругаем тебя, ну, ругали. Я говорю, пост, что вы хотите, пост. Как-то сгладить. Ну, действительно, могут так, что приводят, один человек так, жена приводит мужа там, или мать-ребенка, для того, чтобы... Посмотри, как ты вот какой-то, не только я на тебя ругаюсь. Видишь, как все тебя ругают, как офф ты. Вот тут надо, понимаете, прям тонко, правильно, жестко, взять, остановить. А я не поняла, почему группа ругать-то его начала? Не группа ругать. Мать приводит, или жена приводит мужа, мать-ребенка, для того, чтобы вот здесь пропесочили. А мы начали ее песочить. Нет, ну, а почему стоп, это же нормально, это же, если люди выражают, простите, а у нас ведущего правила есть на стоп, это второе правило работы. Правило ведущего на стоп, оно тоже действует, и у нас проявление эмоций. Конечно, когда люди начинают там спор, а ты, а я, а я плохой, а я то, или там, не дай бог, начинают спорить на какие-то религиозные темы, бывает, вот, не остановить, все же такие богословы доморощенные, очень много, и тут невозможно знать, потому что если на группе нет батюшки, то мы вообще не имеем права говорить на религиозные темы, потому мы можем дров наломать, очень много. Почему мы боимся, в дискуссии, почему мы боимся живой жизни, зачем тогда собирается группа, ведь на самом деле очень многие беды, очень многие вот эти вот признания, я не знаю, чего мне делать, я не знаю, как мне вести группу, я не знаю, что мне делать на группе, они идут от того, что, собственно говоря, мы боимся живой жизни, А группа — это жизнь, это люди, пришедшие из жизни, это люди вот просто вот каким-то там методикам, но на самом деле выявлять свои чувства, говорить о своих чувствах — это совершенно не чуждо каким-то православным подходам психологии, потому что чувства — это наша жизнь. Как же можно забывать про чувства и позволить себе на группе какое-то, может быть, даже бурное иногда чувство, ну да, действительно, вот люди поспорили, вот созависимые, например, в чем чаще всего бывает причина вот этих стычек между зависимыми и созависимыми, и даже причина того, что эти группы делятся. Созависимые чем занимаются? Созависимые учатся друг у друга, правильно принимают опыт, как его заставить бросить пить. Вот и этому ему на самом деле это все лучше не знать, такой некоторый заговор такой против пьющих. А если присутствуют вместе, и когда созависимых больше особенно, то зависимых действительно себя немножко чувствуют в таком странном положении, что это такое. Тут учатся мной манипулировать, здесь, на этой группе учат мной манипулировать. Закрывать холодильник, сокращить мои карманные расходы, отнять у меня мою зарплатную карточку, там, ну много, все знают, кто проходил там все эти способы, как можно созависимому ограничить его зону комфорта. Разумеется, ему это не нравится, и если люди начинают, вот на этой почве немножко начинают лететь искры, ну в этом, это неприятно, это очень сложный момент. Ну, это момент развития группы, это момент, да, групповой динамики, это момент, свидетельствующий о том, что группа ваша работает, что она живет, и что люди работают, что люди действительно на ней присутствуют, и происходящее на ней, оно, часть их жизни. То, что это не просто лекции, не просто какой-то кружок по интересам, каковыми, вот, к сожалению, часто бывают группы созависимости, созависимых, люди начинают кино смотреть, люди начинают там куда-то, может быть, мы сегодня сходим там, не знаю, на экскурсию, вот, куда-нибудь там, святоисточники, ну, как-то вот так. Чем-то надо заняться, книжки слух читают, бывает, ну, почему бы нет, кто-то лекцию подготовит, какую-нибудь там андропологических вопросах, вот сидят, узнают что-то побольше о зависимости. А вот это вот живое, оно не может быть спокойным, потому что сама проблема алкоголя и алкоголика, и алкоголизма, и всего прочего, что с этим связано, это же жутко напряженная проблема, как для пьющего, так и для его окружения. Это же всегда напряжение, это всегда трагедия, это всегда боль, это всегда масса вообще неприятных вещей. И находиться здесь в комфортных условиях, и решать это совершенно в комфортных таких условиях, чтобы не было никому вот так вот неприятно, да никакие психологические проблемы невозможно решить без того, чтобы тебе было неприятно, потому что надо заглянуть внутрь себя. А это всегда неприятно, потому что каждый носит в себе всякие неприятные штуки. А тут, когда зависимые и созависимые, тут получается, что вот, кстати, один из принципов диалога. Есть такое выражение, другой, Мартину Буберу, концепция этого принадлежит другому, это все, конечно, очень сложно, но вот на группе именно нам дается возможность вот этого другого, мы обретаем в глазах группы, как вот зеркальце волшебное в сказке о мертвой царевне, вот в которой смотрелась вот эта злая колдунья, да, и вдруг она увидела, что я на свете вовсе не всех прекраснее, белее. Вот этот вот он другой, вот эта группа, это неприятно, она разбила это зеркало, она разозлилась. Ну, это вот одно из таких ключевых понятий диалога, ну, если вы рассматриваете как сложную такую концепцию, я надеюсь, что мы вот уже диалог как более такое научное понятие рассмотрим на последнем занятии, пока пунктирно какие-то вещи будем намечать. То есть вот этот вот разговор с другим, который видит тебя другими глазами и показывает тебе себя самого, ну, я немножко, конечно, то есть не немножко, а очень сильно упрощаю, это не всегда приятное занятие. Как я отношусь к семейному расстановку? Методики мы все-таки не сможем обсуждать, к сожалению. Методики мы здесь не сможем обсуждать, потому что не это цель нашего занятия. Хотела сказать о таких моментах, когда группа начинается, вот это мне пришло письмо, человек по имени Иван ведет группу, он из города Шуя, Ивановской области. Вот мы с ним на эту неделю немножко так переписывались. И вот он как раз мне задавал вопросы по этому поводу. Они ввели группу общую, совместную, зависимую, созависимую. И после нескольких стычек он посоветовался с духовником, и все-таки решили, они эту группу разделить. Я с его разрешения рассказываю, специально с ним списывалась, можно ли рассказывать. Но сейчас пока, говорит, вот пока не будем, еще семинар досмотрим. Не знаю, может быть, все-таки удастся их убедить не делиться. После нескольких стычек вот все-таки решили разделить. Вот мне кажется, что вот такое деление, я сейчас безотносительно к Ивану, потому что я не знаю, какие там были стычки, может быть, там действительно было что-то такое, что никак без этого нельзя. Вот в моей практике, ну вот два раза точно было, вот когда мне казалось, все, я не могу больше, и людям вредно собираться вместе, надо их разделить. Но батюшка не благословлял, вот ничего, терпи. И потом оказывалось, что просто мы перешли на новый виток. То есть мы вот переболели чем-то, и группа становилась сплоченнее, и сплоченность группы – это один из главных ее вообще факторов лечебных, это самое важное, что есть на группе. И мы что-то вместе преодолели, чему-то научились, вот через эти вот стычки, потом о них все забывали. А если разделить группу, мне кажется, что это ведь всегда аналогии, всегда у происходящего на группе есть в реальной жизни аналогии, иначе смысла бы не было. Групповой терапии – это равносильно разводу. Вот они решаются все проблемы, собственно говоря. Если живешь с пьющим мужем, разводишься с ним, вот и нет проблемы. Прекрасно. Никакой созависимости, никакой зависимости. Не надо искать диалога, не надо скандалить, не надо ругаться, не надо учиться общаться. То есть вот это разделение группы на две части, не потому что стало слишком много народу, это тоже всегда болезненный процесс, мы про это будем говорить. Потому что если группа пользователь с пехом, люди приходят, ее надо делить, это тоже болезненно. Но именно деление по вот такому признаку, не механическому, а по признаку, ты хорошая, я плохая, немножко получается, ты зависимый. А если, например, женщина созависимая и пьет, потому что у нее муж пьет, и ей хочется себе нервную систему немножко успокоить, в какую группу ей ходить, например. То есть очень многие люди прошли обе стороны проблемы. Были и там, и там. И проблему знают с двух сторон. Где им будет комфортнее, на какой группе им будет полезнее, где они будут полезнее. Вот мне так кажется, что это всегда все-таки это признание ведущим еще фиасков и вот какого-то страха, что он не может этих людей не то, чтобы помирить, может быть, их и не надо мирить между собой, они сами помирятся. А вот этот процесс просто вот дать ему развиваться, но чуть-чуть его направляя. Ведь в принципе вообще задача ведущего, вот фасилитатор, то, чем вот мы занимаемся, или кто еще не начал, будем заниматься, это фасилитатор. Вот такой группа разговорной. Мы просто облегчаем общение. Вот сейчас мы плавно перейдем к роли ведущего. Мы облегчаем общение, мы создаем атмосферу, в которой людям удобнее всего общаться, в котором они максимальную пользу могут получить. И это общение направляем, облегчаем фасилитатор. То есть такая, в общем-то, работа, ведущий не должен особо многое говорить. Он так вот поправил, а дальше идет дискуссия. Ведущий он ведет, а там дальше грипци, там делается основную работу. Так, что у нас в чате? Так, в чате про зависимые. Да, ну вот, что зависимые не могут быть откровенными в присутствии созависимых, но это та же самая проблема, что, значит, это именно показывает то, что им нужно учиться общению. Если они не могут быть откровенными в присутствии созависимых, что ж тогда? Надо учиться, надо преодолевать. Когда я работаю с зависимыми, всегда вспоминаю слова Аку Джавы. Нас осталось мало, мы до нашей боли. Ну да, есть такое. Зависимым нужен врач, который его поймет. Ну, врач... Врач, безусловно, он бывает нужен, но не всегда для людей, страдающих алкоголизмом. Мы сейчас все-таки говорим уже о том периоде, когда люди приходят на групповую терапию. В том числе это может быть и такая пост... Как она называется? Ну, группа после лечения в больнице. Бывает при больницах такие группы собираются. Ну вот что касается все-таки семейного компонента, здесь самое главное то, что алкоголизм – это проблема семейная, и про это никогда не надо забывать. То есть даже если человек ходит один, сын, и даже если это группа со-зависимых, так получилось, просто зависимые не ходят, все равно надо стараться, чтобы эти люди присутствовали. Ну, хотя бы знать имя вот этого мужа там или сына, про него, чтобы... что он, как он... То есть, чтобы представлять этого человека, а не только видеть одну сторону проблемы. И, конечно, стараться, чтобы они появились. И когда группа смешанная, и на группе хорошо уже, она сплоченная, созависимые на нее приходят и начинают говорить, ну, как же мне его сюда притащить? Как мне его притащить? Как мне... Ну, обычно это слово употребляют. Ну, как его привести? Как его убедить? Ну, это, конечно, очень сложный... Это очень сложный вопрос, но это тоже, конечно, проблема общения, потому что по мере того, как женщина созависимая будет ходить на группу и учиться общаться с чужими мужьями, она потихонечку и со своим домом будет налаживать отношения и как-то можно будет привести на группу. Ну, чисто какие-то технические вещи. Ну, конечно, ни в коем случае нельзя тащить, потому что если насильные приводят, будешь со мной ходить на группу, там, будут тебе зарплату отдавать. Ну, есть мужья такие, ну, сидит он и сидит, ни одного слова никогда не скажет, специально еще дезорганизуют работу группы, там, с таким видом сидит, что лучше бы он не ходил на эту группу, честно говоря, потому что он ничего не получает от этого. Насильно делать ничего нельзя. Ну, просто на группе должно быть интересно, это задача ведущего и задача группы, потому что работают все вместе. И хорошо, когда жена, ходящая на группу, рассказывает мужу какие-то вот интересные моменты, которые были, может быть, что-то там смешное было, или что-то вот. Ну, здесь как раз вот это вот конфиденциальность-то можно нарушить, потому что в пределах семьи, именно ради того, чтобы его привезти, чтобы его как-то заинтересовать. Ну, неплохое средство устраивать паломнические поездки, например, общие. Часто люди, которые ни в коем случае не пойдут никогда на общину, они поедут в паломническую поездку. Мы устраивали шашлыки в Ромашково, ну, поскольку за городом удобно и очень даже хорошо. Правда, были люди, которые только на шашлыки ходили, но тем не менее мы их знали. По крайней мере, уже приходила жена на общину, мы уже знали, что там муж у нее там, Толя, предположим, мы знали, как он выглядит, он знал нас. Потом Толе была, по крайней мере, возможность увидеть трезвых людей, которые могут быть на шашлыке, на природе, там, здоровые такие, мужики крепкие, ни у кого не возникает мысли, что надо все это чем-то запить, все это шашлычное великолепие. То есть разные такие способы могут быть. Притащить. Но чаще всего просто не ждать быстрых результатов. И если же находит на эту группу, как-то человек в половине случаев подтягивается. И почти всегда, все-таки, если группа смешанная, один раз он появится. Вот почти всегда. За редчайшим исключением. Один раз он придет посмотреть, что там происходит. Потому что все-таки ему интересно, куда его жена ходит каждую неделю. Что там она делает, и почему она такая приходит, светящаяся оттуда. и так ей там хорошо на этой группе. Ну, созависимые какие-то еще вопросы есть. Уже хочу перейти к главной, собственно, теме, ради которой мы вообще собираемся, тема ведущей. Тогда ведущей группы. Начнем с идеального ведущего группы. Ну, это не мое изобретение. Это психологи составили такой портрет обобщенный. Личностные качества, которыми должен обладать групповой психотерапест, ну, в данном случае ведущей группы. Кто составил эти пункты? Ну, эти пункты составил Кори энд Кори, МС Кори и Джи Кори. Я вот не знаю, кто из них кто. Несемейный компонент какой там у них. Да. В 87-м году Кори и Кори составили портрет идеального психотерапевта. Ну, попробуем посмотреть, насколько мы соответствуем этим качествам. Но это абсолютно не в качестве такого вот руководства к действию. Картинка, по-моему, говорит сама за себя. Их взгляд. Качество первое. Он должен быть смелым. Ну, это понятно. Разумеется, вот мы на самом первом занятии говорили, да, о том вот о страхе публичных выступлений, который является самой распространенной фобией вообще в мире. Страх летать на самолетах, она на втором месте после страха публичных выступлений. Поэтому, конечно, ведущий должен быть смелым. Чтобы предстать перед группой даже 10 незнакомых людей, все-таки надо обладать какой-то смелостью. Смелый, в общем, он должен быть еще и потому, потому что группа, она всегда непредсказуемая. Мы никогда не знаем, что на ней произойдет. И вот как пишет Кори энд Кори, даже опытные психотерапевты испытывают тревогу, идя на группу каждый раз. И это нормально. Такая легкая доза тревоги – это хорошо. Вот когда человек, ну, как перед экзаменами, надо чуть-чуть волноваться. А когда человек идет спокойный, как удав, я все знаю, у меня все получится, здесь как раз возможны всякие ситуации непредсказуемые. Вот, боюсь, что мелковато. Но я прочитаю. Что такое смелость терапевта? В чем она выражается? Способность позволять себе ошибаться, что достаточно, в общем-то, сложно, потому что ошибиться публично, ну, на это действительно нужна смелость. Признание своего несовершенства. Способность противостоять участникам группы, когда того требует ситуация. Вот, кстати, в прошлый раз, вот, когда мы знакомились, уже были такие моменты, да, когда человек, к сожалению, вот сегодня нету этих людей, человек, пришедший на, ну, вот, наших этих вот, в работе в малых группах, человек, пришедший на группу, начинал закидывать ведущего вопросами. По идее, вроде, ведущий должен его интервьюировать, и ведущий не мог противостоять этому натиску. Даже вот в такой приватной беседе. Все-таки ведущий должен помнить, что он ведущий. Он не должен быть диктатором, он ведет. Он вот ведущий, и борозды правления в его руках. И что касается противостоять, ну, сейчас, может, дальше там будет еще более жестко это сказано, умение принимать решение, вести себя руководствовать своим мировоззрением. То есть не идти на какие-то компромиссы. Здесь, в нашей группе, в православной группе трезвости, это особенно ясно и понятно, и важно, потому что люди, на самом деле, приходят разные, люди приходят очень часто невоцерковленные. Но это не обязательно все записывать на самом деле. Лучше послушать. Там присылается презентация, по-моему. Скачать можно. Да, их можно скачать. Не надо переписывать. А у меня нет электронного адреса. Мы дадим так. Запишите, да. Вот. Ну, то есть, человек должен, если у нас православная группа, то есть, ну, не идти, не делать каких-то уступок, но это в нашем случае. То есть, людям, которые пришли, попытаются навязать какие-то свои там другие вещи. Способность быть прямым и честным. Вот врать нельзя, кривить душой нельзя, манипулировать нельзя участникам группы. Даже если вы опытный такой уже ведущий и уже понимаете, как и что, и как с кем можно там чего сделать, к сожалению, нельзя. Умение открыто говорить о том, что происходит в группе и какие могут быть последствия. Ну, будем помнить, что это речь все-таки о психотерапии, о большой психотерапии, поэтому все вот эти качества мы немножечко так делим на 10. То есть, у нас это все в таком разбавленном виде. Но вот это последнее вот, умение открыто говорить о том, что происходит в группе, это как раз очень хорошо подходит к тому, что мы сейчас обсуждали к этим стычкам между зависимыми и созависимыми. Вот ведущий группы, он должен довести до группы, что происходит. То есть, дать людям понять, что вы сейчас не просто скандалите его, потому что Васе не нравится Маше, а что сейчас происходит вот именно непонимание зависимых и созависимых в семье. То есть, вот этот вот происходящее на группе, его смысл донести до членов группы, не боюсь, хотя это резко может прозвучать. Или муж и жена реальные, скажем, вдруг начали ругаться, и всем страшно, что же такое, у нас на группе скандал. А этот скандал, вот он, они из дома же это все принесли сюда. То есть, это все как-то надо уметь, ну, конечно, и притужить этот скандал, все-таки ввести его в какие-то рамки, в нашем случае, потому что мы не можем ходить по таким уж крутым обрывам, над крутыми обрывами, такими психологическими. Но в то же время, вот дать понять, что это, раз вы ругаетесь, значит, это не случайно, значит, это вот ваше такое вот, да, это ваше отношение, это ваша семейная такая обстановка, что раз так получилось. Далее, ведущий группа, он должен быть примером для других участников. Ну, здесь то, что касается нашего случая, ну, конечно, ведущий группы он должен не пить, и желательно длительный срок. Но с другой стороны, примером он очень хорошо является, если он в прошлом как раз пил. Ну, про это уже говорили, но это вообще такое общее место, что лучший ведущий – это человек, который имел в прошлом проблему, связанную с алкоголем или с наркотиками, который все-таки проблему знает не понаслышке. Лучшие ведущие получаются из таких людей. Здесь не самое главное наличие образования и прочих таких вещей уже вспомогательных. То есть, конечно, трезвость ведущего, она даже обсуждений не подлежит. Эмоциональное участие в группе, открытость, открытость. Человек, он… Тоже отдельный вопрос у нас будет по поводу открытости, насколько ведущие группы должны открывать себя. То есть, это довольно сложный вопрос. Но, предположим, если человек в прошлом пил, насколько он должен раскрываться перед группой и рассказывать все вот эти вещи. И здесь вопрос уже такой стоят целесообразности. То есть, иногда это целесообразно делать. И иногда это… Ну, то есть, ведущие… Хорошо, когда, конечно, члены группы об этом знают, они должны об этом знать. Но вдаваться во всякие подробности… Иногда очень хорошо рассказать какую-то историю про себя. Но только когда она нужна. Ну, а будет отдельный вот… Тоже кусочек по поводу самораскрытия ведущего. Но еще здесь открытость еще и на встречу членам группы. То есть, мы должны на них тоже реагировать открыто. Не играть. Не в том смысле, что не манипулировать, а не надевать на себя какую-то маску. То есть, ведущий, он должен быть живым человеком. Просто такой же человек, как и все, кто собрался. Он не над ними, он вместе с ними находится. И вместе с ними… То есть, он, в принципе, тоже член группы, ведущая группа. Не просто вот его такое послушание, эту группу вести. Неравнодушный. Понятно, что равнодушный ведущий – это вообще ужасно, которому, в общем, все это неинтересно. Бывает такое. Я видела даже таких, знаете, брезгливых ведущих, которым действительно группа созависимых – это нормально. там читать святых отцов, например, размышлять. А вот если там вдруг зависимые, вот это как-то уже не очень. Бывало, я на такой группе, так попала на нее. Очень странно. То есть, как-то это все непонятно. Конечно, человек должен принимать чужую волю, как бы она не выглядела близко к сердцу. Но вот то, что касается диалога, вот это неравнодушие и эмоциональная открытость, она тоже не должна быть уж такой, прямо вот, чтобы вот все, вот мы сейчас все вместе сели и заплакали. Слушаем и плачем, вот как кумушки на кухне. Это на самом деле может быть разговор по душам, просто между кумушками. А здесь есть такой термин, который называется «вненаходимость». Термин Бахтина в литературе Веда тоже одно из ключевых понятий диалога. Это такая позиция, которую надо занять. Позиция в таком смысле почти что физическая. Ну как вот мы, скажем, занимаем позицию, когда мы смотрим на картину. вот как вот картину, как ее, чтобы лучше всего было ее видно. Так, вблизи совсем ее не видно, совсем издалека тоже не видно. А вот мы занимаем какую-то вот именно точку пространства, где вот как раз я вот сижу, наверное, вот на расстоянии вот от этой картины с сестрой милосердия, вот на идеальную, чтобы ее было хорошо видно. Вот эта вненаходимость именно, ну вот наиболее просто так описывается. То есть, если мы подойдем к проблеме плотной, вот и в нее погрузимся, мы человеку помочь не сможем. Это касается и ведущего, и членов групп. То есть, вот это такое, начнем вот плакать, вот так сочувствовать, прям вот эмоционально-эмоционально в это во все входить. Ну, если мы отойдем совсем далеко и займем позицию равнодушия, совсем отстранен, ну, здесь, понятно, тоже мы не сможем понять, помочь. А здесь вот именно вот предельно внимательное отношение к ситуации, и при том, чтобы все-таки чуть-чуть ее вот сохранять в себе возможность размышлять. Вот это кажется, что это очень такое сложное, ну, это действительно сложное качество, но ему надо стараться учиться. Оно приходит, и оно как уже, ну, как навык такой чисто, какой-то механический, ну, что-то связанное с вождением автомобиля, мне вот кажется, эта наука непостижимая, там, для автомобилиста все просто, там, когда заначат влево, руль повернулась вправо. Мне вот это, я не могу этого понять, кажется, это какой-то парадокс. Вот так же с ненаходимостью, вот кажется, парадокс, чтобы действительно сочувствовать человеку правильно, надо не заходить за какую-то черту, где мы оказываемся внутри его проблемы. Вот внутри захвачены эмоционально все целые его проблемы. Мы должны все-таки занимать позицию вне его проблемы, при этом видя ее максимально хорошо, стараясь ее разглядеть. Мы про это будем еще говорить на примерах, просто сейчас вот, поскольку понятие сложное, к ним будем возвращаться по мере сил. Ну, можно, если сейчас, ну, можно забыть это слово, не записывать. Вот. И надо сказать, что Бахтин, он ее рассматривает ненаходимость совершенно по-евангельски. Я в следующий раз цитаты, не в следующий раз, когда будет говорить о диалоге, приведу. И это действительно понятие очень христианское, очень доброе. И он пишет о напряженной и любящей ненаходимости. То есть это именно позиция любви. Это позиция, ну, как та же сестра милосердия, скажем, она не сможет помочь раненому на фронте, если она вот увидит эту кровь и будет жалеть и вся сжиматься от жалости, как ему дико больно, и сколько же крови, и как это все ужасно. Она что-то внутри себя такое делает, сестра или врач, то дает ей возможность оказаться вне этих страданий и думать о том, как помочь. Может быть, в фронтовом условии она делает без наркоза что-то такое. Ему дико больно, но ему нужно помочь. Вот это вот вненаходимость. Вот такое качество, оно сложное, но необходимое. Вненаходимость. Находимость вне. Ну, обладает личной силой наш супермен, то есть мы с вами. Ну, это как раз вот этот фасилитатор. Мы должны направлять усилия группы и всю активность группы в нужное русло. Ну, то есть для того, чтобы 10-12, в идеале группа 10-12, но чаще всего 20, так, предел, как-то не устанавливается в наших группах. Бывает и больше. То есть, чтобы всех этих людей направить в нужное русло, чтобы не было ора, чтобы не было скандала, и чтобы все это вело к пользе, конечно, нужна, в общем-то, сила. И, да, я вот остановилась на вопросе в прошлый раз заданном, как вот это приобрести, чтобы тебя не подавляли, ну, чтобы... Ну, люди тебя перебивают, люди не дают тебе сказать, что делать. Ну, тут, кроме как опытным путем, я думаю, научиться невозможно. Сейчас в продаже много всяких руководств, там, как научиться раторствовать, как... Ну, тысячи вот этих всех популярных психологических изданий, и также и тренинги проходят, всяких там эффективных коммуникаций, я не знаю, ну, мне кажется, это как-то лишнее. Тут вот открытость мне в данном случае представляется более важным качеством для ведущего вот такой группы, как та, о которой мы говорим, чем вот эта вот личная сила и умение красиво говорить, умение действительно ораторствовать, держать аудиторию, какие-то там, знать приемы, разогрев, разминка, там, заминка, вот это все, ну, это в ненужном в такой группе, это все совершенно ни к чему совершенно. Ну, и сила в том числе, вот мы говорили о силе, и она в том числе в признании своих ошибок, если что-то там пошло не так, ведущий тоже, поскольку он член группы, он может признать свою ошибку и вместе с группой разобрать, зачем было не так, почему вот сейчас мы вдруг так замолчали, почему там, или наоборот. Вот эта моя фраза вызвала такой, не какой-то странный, неоднозначный отклик. Вот, ну, ну, и все-таки сила ведущего, она необходима, потому что, конечно, члены группы хотят его видеть сильно. Все-таки, вот, умение руководить, конечно, оно, ну, необходимо как-то страх своего, что ли, не показывать. вот, вот, первые, говорю, там, первое качество было, смелость, что они ждут сильную личность, ну, можно здесь вот немножко, наверное, это случай, когда можно сыграть, мы говорим, что играть нельзя, но в сильную личность сыграть можно. Когда на группе же бывает страшно, вот, следующий пункт умеет принимать агрессию. ведущей группы, ну, батюшкам это не грозит, отец Сергея меня посмотрел, ну, простым ведущим группам, особенно женщинам, это дело грозит. Ну, вообще любым ведущим группам бывает, что он, как сказать, падает жертвой агрессии, но не падает, является объектом агрессии группы. Это тоже совершенно нормально, потому что, ну, или группа, или кого-то из его участников. Это может быть, скажем, ну, то, что называется в психологии сопротивлением. Человек чувствует, что в нем что-то меняется, он ходит на группу, у него начинаются перемены, он уже чувствует, что вот-вот бросит пить, и уже какое-то время даже не пьет, и ему это не нравится, и он может направить против психи... ведущего группы может направить свою агрессию. начать ему как-то там, какие-то слова говорить нехорошие, еще чего-нибудь. Вот. Может, вся группа объединиться против психотерапевтов, может, какой-то человек ревновать, и тоже хотеть стать лидером, хоть, ну, тысячи подвариантов, то есть, тоже все это будет отдельное занятие, непростое, половина занятий, сложные, сложности для ведущего, мы будем про это говорить, вариантов масса, но надо знать, что агрессия быть может, и что ее надо... ну, то есть, надо знать, что это нормально, это совершенно нормально, это не потому, что вы такой плохой, не потому, что группа такая плохая, а потому, что просто вот так устроен человек, и так устроена группа людей, это социальная психология, и ничего более. И опять же, в общем-то, это все надо обсуждать. Если там случился какой-то взрыв, на следующем занятии хорошо обсудить, что у нас, собственно говоря, такую неделю назад произошло. надо обсуждать, и обсуждать, и обсуждать, и тогда все пойдет в работу, и ничего... Скорее всего, страшного не произойдет. Так. Ну, стремиться к новому опыту, ну, человек, ведущий, должен быть интересным человеком. Ну, мы все интересные люди, безусловно. И вот, это тоже связано с открытостью, то есть, можно рассказывать просто о том, какой жизнью вы живете, о каких-то там, не знаю, посещении театра, ну, так я бы сказала, первое, что пришло в голову. То есть, группа должна видеть, что перед ними наполненная личность, что это не человек, который какой-то скучной, такой, одномерной жизнью живет, и вот, принимается этой скучной трезвостью. Особенно это важно для зависимых, видеть, что это интересный человек, 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 которому хорошо, который доволен, который радуется жизни. и, конечно, прежде всего, ведущий группы, группу при храме, он должен говорить, ну, и показывать, что касается личного, например, и всего, что его жизнь, это жизнь христианина. тоже это отдельно, будем говорить, то есть, ну, это не новый опыт, но, по крайней мере, разные грани своей жизни, он был как-то группе показывать. Ну, сейчас о высоком, а сейчас, так, нет, два раза. Стремиться к новым знаниям. Ну, конечно, ведущий группы, он должен быть человеком образованным, ну, вот, еще задают вопрос, обязательно ли нужно, там, психологическое образование, ну, это не нужно, на самом деле, это даже вести группу совершенно, скорее всего, просто в процессе введения появляются какие-то вопросы, и можно читать, и нужно читать, и в интернете смотреть какие-то вещи, и действительно знания приобретать, но это не в том смысле, чтобы, не для того, чтобы, вот, закидывать своих подопечных, там, рассказами о первой, второй, третьей стадии алкоголизма, они тоже все это могут прочитать в том же самом интернете, не для того, чтобы навешивать ярлыки, что вот пришел человек, ага, мне вот тоже, такая-то стадия, и вообще, похоже, у него там, истерическое личностное расстройство, и что мы будем делать, то есть, ну, вот это все, наверное, не нужно, тем более, если человек действительно непрофессиональный, психолог, то, вот, такие, слишком нахватанные знания, они, не нужны, но, разумеется, много знаний не бывает, то есть, конечно, учиться и стремиться к учебе нужно, безусловно, но здесь вот и такие, массивные групповые терапевты говорят, что здесь вот надо, как-то маневрировать, между этими двумя, вот, как между стылой и харидой, вот, когда слишком мало знаний, это плохо, когда вообще ничего не знают, но, когда их слишком много, то тогда вот это как камень такой же, человека тянет ко дну, и он лишается возможности, где-то симпровизирует, где-то, может быть, свое придумать, творческое, вот, тоже, наверное, или он становится рабом методики, там, слишком уж он в нее погружен, то есть вот такой какой-то здоровый баланс, конечно, должен быть. Вот очень замечательное качество, без которого, наверное, действительно невозможно обойтись ведущему, это чувство юмора. Несмотря на то, что мы обсуждаем вещи, как правило, печальные, но это не значит, что мы должны хохмить над чьими-то проблемами, и по поводу чьих-то проблем, но, тем не менее, все-таки умение разрядить ситуацию, оно у ведущего должно быть, хотя бы, ну, в какой-то момент, там, после какого-то рассказа, уметь как-то тонко вот это все по-доброму, вот, улыбнуться, и чтобы группа вместе посмеялась, наверное, без этого нельзя, но и потом действительно бывает много смешных моментов, таких, которые, ну, действительно смешных, веселых, жизнь же, если люди приходят, вот, рассказывают часто, например, ну, о несостоявшихся срывах, обычно это истории, они прям как анекдоты, у тебя как раз говорят, как он боролся, как он там шел, как вот он тут шел, и как там увидел сначала палатку, потом вдруг он увидел, что там 100 рублей на снегу лежит, и там прям все, ну, 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 смешная прям история, нарочно не придумаешь, ну, в чем бы не посмеяться, ну, здесь тоже, конечно, сцилла и харидда, потому что, превращать группу в такие, вот, посиделки, таких приятелей, где всем очень весело, это дело тоже опасное, потому что все-таки постоянное, такое вот смешливое настроение, оно тоже вряд ли будет полезным, и тут уже ведущий и рискует потерять свой вот этот авторитет, и свое вот это вот, то, что мы там перечисляли, то, что он сильная личность, и умение направлять в нужное русло, потому что слишком расслабленно уже будет себя вести группа, наверняка пойдут такие воспоминания о пьяной жизни, если в группе присутствуют наркоманы, пойдет наркоманский жаргон, пойдут какие-то переменивания, переменивания совершенно недопустимо, и вообще вещи, которые могут привести даже сами к срыву, то есть здесь это чувство юмора, обладать-то им нужно, но применять его нужно, конечно, тоже дозированно, и очень тактично. Находчивым должен быть, разумеется, потому что то, что происходит на группе, мы не знаем, вот я сейчас загляну в чат, например, что там за вопросы появились, там знаете, столько неожиданных вопросов появляется, что я даже удивляюсь, почему люди спрашивают именно это, когда вот тема у нас совсем другая, если бы вот такие вопросы звучали в режиме группы, то я обязана была бы на них ответить, и никуда не деваться, здесь вот немножко проще, извините, пожалуйста, на все вопросы я ответить физически не могу. Конечно, находчивым он должен быть, потому что не только вопросы разные могут возникнуть, могут возникнуть даже вот та же самая тема, но придет человек пьяный, например, и вот что с ним делать, а вы только в середине занятий поняли, что он пьяный, он сидел-сидел, все было нормально, а вдруг вы поняли, и что он вообще сидит никакой. Ну вот это будет отдельно, мы сейчас не будем про это. Ну, например, то есть здесь надо быстро-быстро принимать решение, вы видите, что остальные члены группы почему-то этого не замечают, а замечаете только вы, и что делать? Рано или поздно запах-то до них дойдет, и так далее. То есть какое-то решение надо принять. Ну, или там кто-то опоздал на полтора часа тоже. Ну, самые такие я примитивные привожу примеры, где вот как решить, пустить этого человека, или не пустить, или кто-то там, не знаю, пришел в пост, принес торт, вот у меня сегодня день рождения, что сделать? Ну, в общем, тоже самое-самое, конечно, примитивное, но, естественно, здесь идет речь-то, находчивость о каких-то важных проблемах, и здесь важно, даже скорее, вот я отдельным пунктом не выделила, здесь не находчивым он должен быть, а модное сейчас слово, креативным, ну, творческим человеком он должен быть, потому что, ну, на самом деле, темы, которые обсуждаются на группе, они, в общем-то, у нас будет занятие, там, методички есть, штук 15, там, или 20 основных тем, которые обсуждаются на группе, их не так много, на самом деле, то есть, если вы будете вести группу год, два, три, они будут повторяться, повторяться, и это все уже достаточно доест, и вы уже будете прекрасно знать, что сказать, и вы уже тысячи раз это говорили, и вот здесь вот надо придумать что-то новое, как-то по-новому сказать, ну, потому что все-таки все люди другие, и я вот помню, как я говорила, скажем, Татьяне, которая спрашивала, как притащить мужа, а вот пришла Марина, и как будто дежавю, она то же самое, в тех же словах, и спрашивает, как притащить мужа, можно повторить, конечно, те же самые слова, но остальная группа тоже будет сидеть, слышать и помнить, что это опять то же самое, можно придумать что-то другое, и потом Марина и Татьяна, это все-таки разные люди, их мужья тоже разные люди, и, в общем-то, все уникальное, вот здесь очень хорошо, вот в руководстве, это Риммон Таскочен, Качунац, кстати, рекомендую эту книжку, она такая, ну, самая простая, она опять же в методичке есть, в списке литературы, название точно я забыла, Качунац, психотерапевтические группы, теория и практика, что она называется, литературу не могу найти, ну, по-моему, называется, групповая, психотерапевтические группы, и что-то там еще, в общем, Качунац, через Ю пишется, он собрал, а вот нашла, психотерапевтические группы, теория и практика, в интернете она есть, в полном виде, она лежит на каком-то украинском сайте, вот она прям первая по поиску уходит, она там лучше всего, потому что, вот я ее нашла сокращенность, удивилась, он очень хорошую штуку сделал, это компиляция из, очень многих трудов про групповую терапию, да это все есть, списки есть, просто я сейчас к слову пришлось, компиляцию сделал из таких трудов, более серьезных, как-то так попроще изложил, таким простым языком, так трудно ее, в принципе, почитать, и вот он приводит, там, где вот он говорит о находчивости, он приводит в качестве иллюстрации слова кинорежиссера Александра Сокурова, вот по поводу того, как вступать в одинаковые ситуации, автор должен потерять ключик, которым он закрывал дверь, важно забыть, как ты их открывал, чтобы вторично не вошло внутрь, через те же самые двери, вот так даже иногда испытываю себя, если стараюсь вспомнить, как же делал ту сцену, и не припоминаю, значит, нащупал суть, если ключ при мне, значит, будет не истина, надуманна, то есть, вот, если вспоминаешь, как ты уже отвечал на такой же вопрос, ведь отвечал же, как здорово получалось, ну, и забыл, надо отвечать по-новому, потому что каждая ситуация, она уникальна, ну, последний, неутомимый, но это безусловно, ведущий группы, он все-таки два часа должен сидеть в таком напряжении, потом после группы к вам обязательно подойдут люди и будут задавать кучу вопросов или просто побеседовать хотеть, как-то не понимаешь, что вообще достаточно тяжелая работа вести группу, она хоть и приятная, но она требует много сил, ну, он должен быть неутомим, что делать, и он должен еще быть доступен для членов группы в любое время дня и ночи, как считают члены группы, здесь, вот, я думаю, что все-таки ради того, чтобы выжить, ведущий группы должен как-то объяснить, конечно, он не должен быть таким наемным работником, прям совсем, который вот там с 6 до 8 провел, сказал до свидания, убежал, разумеется, телефон его, ну, можно завести специальную симку для этого дела, он должен быть у членов группы, потому что бывают разные вопросы, иногда, когда уже доверие такое достигнутое, члены группы могут позвонить, там, ну, вот, сейчас вот, выпью, не могу, я чувствую, сейчас выпью, что делать, ну, попал человек в такую ситуацию, вот там, не знаю, в гостях, там, где, забегает, там, куда-нибудь, на лестничную клетку, и звонить ведущему или другим членам группы помогите, спасите, вот, поддержка, это так, ну, то есть, конечно, доступность должна быть, ну, насчет, в любое время дня и ночи, ну, здесь все очень просто, на самом деле, очень приятно, конечно, чувствовать себя нужным людям, что, такое незаменимое, тебе звонят, и ты помогаешь, но, дело в том, что, профессиональное выгорание, оно, и ведущим таких групп, как вот таких вот взаимоподдержки, оно тоже не, их тоже оно не минует, потому что все-таки эта работа тяжелая, извиняюсь за выражение, контингент считается среди сотрудников психологической помощи сложным, контингент алкоголики, это то же самое, что, скажем, онкологические больные, там, бывшие заключенные, это сложно, люди в работе, на которых действительно тратят очень много душевных сил, это все-таки не заниматься, там, групповой терапией с женщиной, на которой решили, вот, после рождения ребенка выйти на работу и ищут себя, ну, например, разные же сейчас есть группы, ну, то есть, и рекомендуют даже, например, если вот, ведете группу уже так, более-менее профессионально, ну, скажем, чередовать ее с какой-нибудь работой, с детишками, там, ну, с чем-то таким, чтобы вот переключаться, что только с алкоголиками заниматься, уже наступит такая профессиональная деформация. Все-таки вот эта доступность, ну, получается, что вы все время уже просто как еврейская мама с этими птенчиками, а они далеко не птенчики. Это, ну, хорошо, но тоже в меру. Это, ну, тоже, конечно, на ваше усмотрение. Почему? Если есть силы, если есть такое желание, конечно, все прекрасно, но я вам по своему опыту скажу, что я была доступна в выходные, у меня телефон звонил непрерывно, в будни почему-то он так не звонил, когда я находилась в храме, а вот в выходной день я посвящала беседам со своими общниками на разные темы об их проблемах, индивидуальным консультациям. Часто, ну, это, конечно, ну, наверное, я сейчас понимаю, что так делать было нельзя, что надо было силы беречь, просто не из эгоизма, а просто потому, что их ограниченное количество. То, что стремится к самопознанию, ну, это я вот просто брала у этих вот кори энд кори, ну, все-таки, ведущий группы должен, ну, себя тоже знать, и должен быть, ну, такая, такая психологическая гигиена, скажем так. Ну, когда речь идет о вообще психотерапевтах, как их учат, прежде всего, они должны сами посещать, сами получать психологическую помощь, посещать психотерапевта, там, или психолога-консультанта. Если речь о групповой терапии, они посещают группу, ну, это и у нас вот практикуется, вот, те, кто ходит и пришел от отца Иоанна, вот, знают вот эту систему, что сначала это школа презвости, потом посещение группы, и посещение группы, оно уже является началом учебы, то есть, ты посещаешь группу, ты уже видишь, как это делается. Если ты никогда не посещал группу, ты не знаешь, как это все делается, и на группе, естественно, какие-то свои проблемы решаются. Ну, если уже вот нет проблем, то, конечно, трудно сказать, но все-таки лучше, конечно, чтобы себя знать, ну, у нас есть для этого исповедь, но и, в принципе, если какая-то психологическая проблема, скажем, та же фобия, там, какой-то страх, в общем, возможно, с благословением духовникового, почему бы не обратиться, ну, психологически ее не решить. Но это такое, я с упросительными знаками говорю, то есть, в общем, конечно, ведущий, ну, не может быть ведущим человеком, скажем, с неврозом, с таким хорошим, с, ну, не то, чтобы там, с острым каким-то, ну, сам весь наиболк, с массой нерешенных проблем. Такой человек не может быть ведущим. Мы же не будем говорить, что, ну, человек пьющий, ну, не выносивший пить, может вести группу. Он не может вести группу. Ну, человек созависимый, в общем-то, тоже, ну, это только группа, такая взаимопомощь, где он совсем наравне со всеми, если он еще сам свою созависимость не поборол. А иногда же бывают проблемы, о которых мы, собственно, и не знаем. Поэтому все-таки лучше как-то вот стараться себя узнать. Но вот этот пункт, он такой, в общем, дополнительный. Поэтому я вижу, что скептически смотрит, да, решает свои психологические проблемы. Это, собственно, то, о чем я сейчас говорила. Ну, тут тоже, ну, вот как сказать? Вот могу сказать о своем опыте. Скажем, я вела группу, у меня был муж пьющий, я вела группу после развода с мужем, уже после того, как я с ним развелась. И, ну, такие были даже вот некоторые упреки в младри, что как же вот я могу вести группу, когда я не смогла наладить свою жизнь, не смогла решить проблемы своего мужа, и вот я веду теперь группу. Ну, все-таки, ведущий, конечно, хорошо, когда он решает свои проблемы, но он не может быть полностью свободен от них. Ну, развод, это все-таки тоже какое-то решение проблемы, тем более развод происходит, я сейчас не хочу углубляться в эту тему, по-разному может происходить, но ведущий он не может быть уже полностью свободен от всех проблем и быть уже совсем и от всех страстей, заодно свободен, но все равно он, конечно, человек из плоти и крови, но просто вот то, что мы говорили, стремится к самопознанию, он старается стать лучше, старается стать для своей группы тоже лучше, поэтому нужно решать вот эти вот проблемы, ну, потому что если у него, ну, в душе нерешенный какой-то клубок проблем, иногда он может ведь это и на группу перенести, вот он придет и, ну, его кошки на душе скребут, он же может это и группе все передать, не всегда человек может держать себе какие-то вещи, вот, ну, скажем, у меня был случай, у меня близкий человек попал в реанимацию, и я не знала, что с ним, я вела группу, и, ну, мне казалось, что вроде все проходило как-то нормально, так ничего страшного не было, но я себя со стороны не видела, но потом я посмотрела на свою группу, и поняла, что они на меня смотрят очень странно, вот, все-таки, ну, мне мое эмоциональное состояние скрыть не удалось, но это был, ну, не тот случай, когда я могла решить свою психологическую проблему, потому что она была связана с конкретной ситуацией, очень страшной, и для меня неприятной, скажем так, помягче, решить ее было нельзя, но в конце концов, тут у меня все-таки спросило, что с тобой все случилось, и мне пришлось рассказать, и группа, кстати, обиделась на то, что я не сказала сразу о своей проблеме, вот мы говорили про открытость, вот здесь не знаешь, сразу рассказывать, не сразу, это все очень сложная проблема, ну, вот все-таки стараться, конечно, быть таким, чтобы вот, каким тебя хотят видеть, вот, какими они хотят стать, они хотят стать радостными, спокойными, без проблем, и ведущего хотят видеть, конечно, таким же, ну, если ничего такого страшного в жизни не происходит, ну, все-таки, вот, надо стараться, ну, и, наконец, идеальные ведущие группы, у нас осталось 10 минут, что будем делать, может быть, какие-то вопросы, я просто не хочу дальше приходить к теме ведущего, то есть, мы тогда следующее занятие начнем уже непосредственно с того, кто, ну, уже с нормальных ведущих, не суперменов, кто может быть ведущим группы, кто не может, хорошо ли, когда ведущий группа психолог, хорошо ли, когда он священник, хорошо ли, когда он нарколог, и так далее, как быть со страхом потери контроля над ситуацией ведущему, что делать, если растерялся, проявлять находчивость, что делать, если растерялся, да, вот ответ, из-за, о, слышно, слышно там, ну, ну, естественно себя вести, естественно себя вести, то надо еще найти, вот вы растеряли, и вы находите какую-то шутку, да? да, то есть отпустить, отпустить ситуацию, такой вот прием, просто я делал такой вздох, незаметно, да, и сразу, сразу, как-то, выходит, что-то в голову, саму приходит в голову, то есть как-то на какое-то время просто ее отпустить, и оно... не отключится от того, что происходит в данном случае, можно не слышать, да, что-то говорить, вот, и какой-то, прямо вот на несколько секунд отключаешься, и превращаешься в обычном человеке. Ну, как бы, происходит такое, они, аудитория видит, что, как бы, произошла некая подмена, но понять не может, но она начинает видеть человека, вот, и ситуация в этой рамке. Ну, это что-то такое, сроднив ненаходимости, мне кажется, вы как-то из нее так немножко выходите, вот. Потому что я рассказал именно из Сыглов, что происходит в этой рапорте. И вы сами вот это опытным путем вот дошли, да, то есть вы как будто бы вот вышли из этого? Ну, конечно, это еще веселее, чем, наверное, у нас на группах. У меня скатывал. Понятно. Ну вот, говорят еще ответ здесь, что не надо думать вообще о страхе, это естественно человеческое чувство, присуще всем. Главное верить, что в группе всегда найдется человек, который вас поддержит. Как правило, так и происходит. Ну вот, не скажу, что вот так полагаться все-таки на то, что человек вас поддержит, ну, не обязательно. Может, вот мне вот больше нравится вот этот вот, такой хороший способ. прям вот. Вот я согласна с тем, что, конечно, не нужно думать о страхе, что страх растеряться, ну, это как бедная Эльза, а вдруг я растеряюсь? Вот идти и думать, вдруг я растеряюсь? Вот как я шла сюда на первую лекцию, ой, я домашних своих замучила, вдруг я растеряюсь? Вот приду и сразу растеряюсь. Это почему ты должна растеряться? Ну, как, ну, я же еще не вела таких курсов, ну, я другие вела, таких не вела, ну, вдруг я растеряюсь? Ну, это же фантазия, а вдруг еще что-нибудь там произойдет по дороге. Какой-то страх такой смешной, конечно, что вдруг я растеряюсь? Ну, вот я тоже могу сказать, я так вот судьбечисто занимаюсь, что там ты так не принимаешь счастье, и вот тут бывает такое, что чуть раз говоришь и свою роль, слова, что-то, постраду, и ты забудешь, ну, знаю одно, что вот зал у тебя, зал, зал, полный, зал, да, вот ты не говоришь, а у них ни у кого сценарий-то нету. Понимаешь, как? Вот и все. Да, и что бы ты ни сделал, не сказал, что ты хочешь здесь. Это же всегда действует. А еще один. Владея, где-то православный, апостол Самарусей. Вот он говорит, какие-то, значит, нас на манипу, на мечель, на утреннике. Посмотрим, вспомним, и продолжаем делать. Подхожу. Сейчас сниму штаны, и уши не берут, что все равно. Владимир Васильевич, а штаны-то снимают, зачем? А, он среагировал, для меня, понимаешь, как? Среагировал, тогда уже говоришь, вот иди туда, иди. Вы, Владимир, так и группу ведете всякими вот историями, наверное, да? А вот, кстати, вот этот, Володя, вот, который пришел, раз, я только в середине понял, что он выдержал. вы, так вот, группу, это вот ваш такой стиль, выведение группы? Не, не, там, 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 на газете поднимутся. Да, ну, мы, вообще-то, мы не можем его так успокоить, и спросить, а, нет, я не понял, что он выдержал, если где-то было в середине. Когда он начал говорить, это что, ну, говорит человек потом? Что? Ну, что, что с ним будет, так сказать, это громко сказать, раз, то будет, я сейчас, когда понял, что он, ну, есть, я хочу сказать, что мы, во-первых, уже исчерпали время, вот, Владимир, вы меня, пожалуйста, простите, но мы учимся все-таки здесь, и вот, получается, что, вот диалогическое наше вот это вот собеседование, оно немножко, ну, здесь какие-то вещи, я, конечно, говорю, те, которые бы я никогда не сказала на лечебной группе, на учебной группе и можно сказать, что все-таки, когда один человек все время привлекает внимание на себя, диалогу станет немножко, он буксует, он затрудняется, потому что есть очень много людей, которые просто робкие, они очень хотят сказать, очень хотят спросить, они, может быть, сидят, вот, я там вообще не вижу никого, но я вижу, что там есть люди, но я их не слышу совсем сегодня, они, может, очень хотят сказать, а какой человек, может, он так красиво говорит, так здорово, что, ну, куда я буду со своим-то, тут такие гавруны, такие прям, все замечательно, ну, я не про вас сейчас говорю, просто говорю, вот, то есть, вот там, это, знаете, трудные члены группы, вот, когда будем рассматривать, такой человек, называется монополистом, который все время, он прекрасный, а ведущий, на самом деле, ведущий может, чего, он такого человека очень любит, потому что трудно разговор-то раскрутить, а вот такой человек, как Владимир, он же бесценный член группы, он рассказывает, он так здорово говорит, его все слушают, идет разговор, он задает вопросы, но при этом мы сейчас ушли, потому что у нас что сейчас? У нас сейчас окончание, у нас две минуты до конца, и мы сейчас должны подводить итоги, то есть это время, когда группа, поскольку мы всегда стараемся, чтобы структуру занятия, напоминала, то есть соответствовала структуре занятия лечебного, да, условно говоря, в структуре группы занятия, все, я уже запуталась, ну, вы меня помнили, в структуре тех занятий, которые мы будем проводить, в конце всегда подведение итогов, и вот эти вот отвлечения какие-то в сторону, вот такие какие-то частности, может быть, интересные истории, или, может быть, вот помните, мы говорили, какие-то проблемы, которые возникают за 5 минут до конца, вот они нарушают вот то правило, о котором мы говорили на прошлом занятии, соблюдение времени, ну, хотя в прошлый раз мы задержались, как учебная группа, но вот так вот, я не рассчитала, так получилось, но сейчас-то вроде у нас все, мы укладываемся, и уже мы идем к концу, вот вопросов вроде бы, как я поняла, нету, потому что мы сегодня говорили, может быть, на следующий раз, мы сегодня обсудили зависимых и созависимых, так постарались, огромная тема, и, наверное, будут еще всплывать по ходу дела какие-то вещи, потому что эта тема бесконечная, и обсудили, ну, так прикоснулись к тому, кем должен быть ведущим, ну, честно говоря, эту презентацию я так больше показала, может быть, ну, для общего развития, в общем, она, нет, там много в ней есть дельного, там, конечно, но она, мы такими не должны быть, чтобы все вот это соблюдать, безусловно, нет, ну, какие-то качества из этих, качества, конечно, к ним надо стремиться, хотя бы в каком-то объеме, вот, а следующее занятие будет, вот уже полностью про ведущего, про ведущего, и только про него, следующее, думаю, полтора занятий, а может быть, два, будут посвящены личности ведущего, то есть уже не личности, а непосредственно тому, кто может быть ведущим. Спасибо за внимание всем, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова